Всем привет! Я Вадим Ингиров, директор серии соревнований Timerman. И в этом видео я расскажу вам о новшестве от команды Timerman в организации, в первую очередь, беговых соревнований. Итак, 11 августа пройдет Камский полумарафон, и мы его проводим в новом формате. Второе название нашей компании Timerman, и именно с этим названием будет ассоциироваться новый формат соревнований. Если в обычных соревнованиях время идет от нуля и в плюс, и, соответственно, у нас массовый старт, то в новом формате будет все наоборот. Итак, про новый формат. Пункт первый. При регистрации каждый участник указывает предполагаемое время финиша. Но это не просто эфемерная цифра, это именно цель участника, за которую он хочет преодолеть ту или иную дистанцию. В части 11 августа это 10 или 21 километр. То есть при регистрации необходимо очень строго определить то время, на которое человек нацелен бежать. Итак, пункт второй. Как будет происходить старт? В отличие от обычных соревнований, время на табло будет идти в обратную сторону, то есть от лимитов 3 часа. Соответственно, от 3 часов до нуля будет идти время на табло на стартовые арки. И человек должен выйти на старт именно за то количество времени, которое он указал в регистрационной форме. То есть если человек указал, что он хочет пробежать полумарафон за час 30, он выходит именно на старт и стартует в то время, когда на табло показывается час 30. Соответственно, необходимо за 5 минут до этого времени подойти в стартовый накопитель и по приглашению судьи подойти к стартовой линии. Пункт третий. Как будет происходить финиш? В новом формате мы прекрасно понимаем, что вместо масс-старта мы получаем массовый финиш. И поэтому последние километры дистанции они будут по широким дорогам. И сама финишная зона будет очень широкой для того, чтобы избежать толкотни на финише. Пункт четвертый. Все ли получат медаль? Медали финишера получат все, вне зависимости от того, уложились они в таймер. То есть прибежали до того, как табло показало нули или после. Медали финишера получают все участники. Но те, кто выполнил свою цель, которую они вписали именно на старте и успели прибежать на финиш до того, как табло показало нули, они получают дополнительный жетон таймермена. Пункт пятый. Определение победителей. Победители будут определены по специальной формуле, в которой будет учитываться то время, которое участник заявил на старте и получил баллы уже заранее, то время, которое он пробежал непосредственно фактически дистанцию и разницу между планируемым временем и временем реального финиша. Если человек выполнил и перевыполнил свой план, то, соответственно, ему плюсуются баллы. Если он не выполняет свой план, то они минусуются в пятикратном размере. Поэтому очень важно грамотно спланировать и пробежать именно в те рамки. Очень важное замечание, которое указано в положении, нельзя финишировать вне 15 минут от своего планируемого результата. За это будет дисквалификация. Это сделано для того, чтобы участники не стартовали слишком рано и бежали слишком быстро, потому что финиш попросту не будет еще открыт. И теперь дополнительные моменты, которые необходимо обсудить. Что делать, если я участвую первый раз и не знаю, на какое время бежать. Здесь проще посоветоваться со своим тренером, со своими коллегами и так или иначе указать время финиша более медленное. Но, конечно же, как я сказал, необходимо уложиться в 15-минутный гандикат. То есть нельзя пробежать быстрее, чем 15 минут или медленнее, чем 15 минут от предполагаемого времени финиша, которое участник заявил при регистрации. Что делать, если я хочу изменить время до старта? То за два дня до старта через информационную службу таймермена можно изменить свое время, предполагаемое время финиша и выйти на старт уже с обновленным временем. В завершении хочется сказать, что мы все время стремимся сделать участие в наших соревнованиях более интересным. И новый формат, я думаю, привнесет большую интригу, больше интерес для участников. Для нас это тоже большой вызов как по организации, так и по отработке сервиса для вас всех, потому что очень многие сложности организационные возникают в этом плане. Но наша задача сделать так, чтобы всем все понравилось максимально и новый формат зашел. Мы с вами творим историю, никто никогда так не делал, поэтому обязательно приходите на новый старт. И давайте напишем эту историю вместе и получим максимальное удовольствие. Всех ждем 11-го августа в Набережных Челнах на Камском красочном полумарафоне Таймермен.